Всем привет! Давно не занималась переделкой старых вещей, хотя это дело очень люблю. У меня на канале есть несколько видео о переделках. Это детский стульчик, которому 35 лет, это детские киевские стулья, которые уже выбрасывали на помойку. Ну и тем более в Московской области сегодня непогода, идет снег, жуткий ветер, минус 6 градусов. И, между прочим, сегодня 31 марта. Я решила заняться творчеством. У меня есть кашпо. Это кашпо покупала мама в 89 году на керамическом заводике в Московской области. Между прочим, заводик этот до сих пор работает, просто там нельзя продукцию купить в рознице, только оптовые поставки. Это было именно кашпо, потому что здесь не было отверстий. Отверстие я взяла шуруповерт с насадкой перо. Это по керамике, по плитке. И сделала отверстие, потому что я и хочу использовать его именно как горшок цветочный. Небольшая есть трещина. Это уже замазывали клеем очень давным-давно, лет 10 назад. И я еще раз прошлась уже суперклеем прозрачным. Но все это держится, трещинка не такая уже глубокая. То есть с этой стороны она видна, а с этой стороны трещины и нет. То есть как бы внутри все это. Но я прошлась еще раз суперклеем, очень хорошим. Этот горшок в таком деревенском стиле, как будто бочонок. С этой стороны грибочки, с этой стороны овощи. Ну, в общем, такая деревенская тема. Горшок подготовила, промыла, просушила. И буду покрывать белой акриловой краской. Но прежде чем это сделать, нужно загрунтовать. В виде грунтовки буду использовать клей ПВА. Сразу покупаю большую бутылку. Здесь 1 кг до сих пор использую. Клей использую для того, чтобы краска акриловая очень хорошо легла на поверхность. Я покрыла тонким слоем клея не только внешнюю часть, но и внутренний ободок и дно горшка. Клей полностью высох. Теперь размешала белую акриловую краску и тонким слоем буду наносить на поверхность горшка. Покрыла первым слоем белой акриловой краской. Теперь оставляет до полного высыхания. Это 30-40 минут. Первый слой всегда ложится неравномерно, а уже второй-третий будет белый красивый цвет. Итак, горшок я покрыла тремя слоями белой акриловой краской. Она довольно-таки плотно легла, перекрыла изначально цвет самого горшка. Легла слегка неровно, но это и за счет того, что изначально поверхность у горшка была фактурная. Сейчас, чтобы самый последний слой четвертый лег более ровно, я беру наждачную бумажку, это нулевка, и слегка затру поверхность. Основную поверхность горшка я оставлю белым цветом. Не буду раскрашивать разноцветные цвета, просто хочу тенью выделить структурную поверхность самого горшочка и эти все выпуклые предметы, которые на нем находятся. Будет очень красиво. Сейчас поработаю с палитрой, взяла такие цвета, как сажа газовая и белила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Итак, горшок практически готов. Я нанесла оттенок сажи, эдакий эффект цементного горшка. Очень красиво будет смотреться в саду. Мне осталось покрыть два слоя лака. Это для удобства по уходу за горшком. Пыль смахнуть, протереть от грязи и так далее. И так, цветочный горшок готов. Я покрыла двумя слоями лака. Лак подобрала матовый, потому что я не люблю неестественные блески. Конечно, лак нужно подобрать, чтобы он впоследствии у вас еще и не желтил. Останется мне купить, но это уже будет после карантина, поддон, так как это уже не кашпо, а горшок со сливным отверстием. Обычный поддончик возьму, пластиковый, белого цвета и также затеню его цвета сажи. Отлично, я думаю, получилось. В этом году я сюда высажу или пеларгонию красного цвета, я ее начеренковала, или розово-белую. Хорошо в нем будет еще и смотреться лабелия. Такой цветочный горшок будет очень красиво смотреться в саду, в цветнике или на открытой веранде. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Не болейте и всем пока!